Важно, как бы до того, как еще событие произошло, уже изменить твое отношение к тому, что будет происходить. Как это сделать? Единственная позиция, которая позволяет это сделать, то есть полностью стать, ну скажем так, прозрачным для этих негативных эмоций, это именно поменять свое мировоззрение. То есть невозможно, как мне некоторые говорят, ну жертвами плохо быть, давайте будем тираном. Это не лучшая позиция, почему? Потому что любой тиран рано или поздно он станет жертвой. Мы знаем много тиранов, которые за высокими заборами в бронированных автомобилях, но при этом жизнь их порой очень скоротечна. Поэтому рано или поздно они становятся жертвой, потому что маятник, он не может зависнуть от одной позиции, он отклоняется все равно в другую позицию. Поэтому единственный способ, это как я назвал эту модель, стать хозяином своей жизни, хозяином своей судьбы. Это значит полностью взять на себя ответственность за все, что происходит со мной в этом мире. Понять, что то, что происходит с нами сейчас, вот на уровне государства, на уровне наций, народов, в условиях, скажем, Четвертой мировой войны, которая сейчас ведется вот против наших, ну не только нашего народа, на самом деле это то, что когда-то допустили наши предки. Поэтому мы полностью, полностью несем за это ответственность. Полностью. То есть не получится так створить на какой-то народ, на каких-то людей, на мировой закулисье и прочее. И важно очень понять, когда мы начинаем кого-то критиковать, мы туда отдаем свою силу и энергию. Так, есть одна притча про короля и навоз. Ну, я думаю, некоторые слышали уже о ней, да? Это когда один святой человек пришел к королю и попросил у него немного еды. Ну, король в это время занимался, у него заболела любимая лошадь, и он был очень зол, раздраженный. Он накричал на этого мудрого человека, святого. И когда тот сказал, что ну все, не надо кричать, я ухожу. Он говорит, а что ты хотел, что ты приходил? Я просто хотел еды немножко попросить. Он говорит, ах, еды? Ну, я взял голову навоза и бросил ему вслед. Вот тебе еда. Ну, тот взял навоз, поблагодарил его и пошел. Вот, и снизу этому залез он, что перед ним большая куча навоза, которую он должен съесть. Вот, и вот этот святой человек, мудрец, рядом с этой кучей. А он говорит, как же так? Что, неужели я должен это есть? Он говорит, да, по закону кармы тебе положено. Ведь то, что ты отдаешь, получаешь, это раз. Но так как ты это отдал святому человеку, то ты должен получить в тысячу раз больше. Он говорит, ну как же так? Я же, мне по статусу не положено. Я же царь, как я могу есть навоз? Он говорит, ну, положено, не положено. Говорит, я же не могу отменить законы Вселенной. Законы Бога. Говорит, единственный выход, это сделать так, чтобы тебя начали критиковать. Вот. Он говорит, ну, а как это сделать? Говорит, ну, подумай. Ну, царь взял, напился, взял сигару, пошел в квартал красных фонарей, снял проститутку, стал с ней разгуливать там по площади. А народ же знает, что царя не стали тыкать в него пальцем, плевать в него. А царю только этого и надо было. Вот. Ну, и в конце концов, он удовлетворенный, поздно ночью пришел домой, лег спать, в надежде опять увидеть продолжение того сна, который был. И вот, снова снится ему этот святой человек. И опять эта куча навозов. Но куча, правда, уже значительно уменьшилась. Но немножко осталась. Он говорит, как же так? Ты же обещал, что все же, кто меня критикуют, разделятся на эту кучу. Он говорит, ну, они разделили, кто тебя критиковал. Но там был один человек, который не стал тебя критиковать. Он говорит, ну, а что же делать? Говорит, ну, вот тебе адрес этого человека. Если ты сможешь поступить правильно, ты сможешь решить эту проблему. Ну, и царь загримировался до неузнаваемости, пошел к этому человеку. Вот. Приходит к нему и говорит, спрашивает, а вы знаете, что вчера произошло на площади? Он говорит, а что произошло на площади? Ничего особенного. Ну, как же? Наш царь такой отмочил. Вот. Он же там вообще нес безнравственность этому миру. Вот. Как молодежь вообще на это отреагировала? Представьте, это же наш царь, он должен быть образцом благочестия. Он говорит, ну, и что? Ну, просто устал царь. Решил немножко расслабиться. Как же так? Вот из-за таких, как вы, и нравственность страдает государство. Вот. Надо этому положить конец. У меня есть средства. Давайте организуем оппозицию. Вот. Создадим политическую партию. Вот. И я, значит, буду вам помогать средствами, вы возглавите эту партию, эту оппозицию. Вот. И мы сделаем так, чтобы вообще избавиться от этого царя. Ну, этот человек посмотрел, говорит, ваше величество, ешьте сами свой навоз. Конечно, этот человек был очень мудрым, и он, он знал с самого начала, кто перед ним. Вот. И я встаю, пришлось до конца дней немножко этого навоза добавлять по ложечке в свою еду. Вот. Единственное, что его спасало, это пряности спинцы. Вот. Как вы понимаете, ну, я думаю, эта притча очень хорошо отражает то, о чем я хотел сказать и говорил. То есть, когда мы кого-то критикуем, мало того, что мы отдаем силу, энергию тому человеку, или тому народу, который мы критикуем, вот, мы еще и съедаем его навоз. Поэтому, как только критикуете, вы сразу себе пожелаете приятного аппетита, вот, как только вам хочется кого-то поругать, вот, алкоголиков, может быть, там, кто курит, кто себя безразно ведет, и так далее, сразу приятного аппетита, вспоминайте. И сразу вам уже не захочется это делать. По крайней мере, нужно четко понимать, что от, нужно вообще от критики избавляться. Нужно переходить к конкретным конструктивным действиям. То есть, конкретно действовать именно по созданию этого пространства, любви, гармонии, которая есть в этом мире. Вот. Они есть. И гармония, и любовь, все это есть. Нужно это просто впустить в свою душу, прежде всего, в свое сердце. Вот, вот, вот ту частичку божественную, которая есть, которая называется совесть, к которой мы иногда обращаемся, да? Правда, забываем часто, но иногда обращаемся. Вот. Впустить эти чувства и начинать творить это пространство вокруг себя, в первую очередь. Вот, когда вы это сделаете, тогда вы поймете, насколько действительно кардинально изменится ваша жизнь. Помимо вашего окружения, которое есть в вашей жизни, изменится все буквально. Может быть, это трудно поверить, но я знаю, что многие люди уже это знают. Уже книги читали, у кого-то уже это получается. То есть, конкретно меняется жизнь целиком и полностью. Если таких, как мы, будет, ну скажем, не 300 человек, а тысячи, миллионы людей, то поверьте, что без всякого, без всякой войны можно изменить... Вообще, в той ситуации, которая есть сейчас, в период информационных, идеологических войн, это единственное оружие. Это даже не оружие, это просто, скажем так, выиграть бой без боя. Знаете, когда два мастера встают друг перед другом, вот, и потом один другому кланяется и говорит, все, ты победил. Почему? Они даже не вступают в схватку. Потому что на уровне тонкого тела уже все произошло. Поэтому это единственный, на сегодняшний день, это единственный способ для того, чтобы сохранить и народ, и, соответственно, веру, которая еще осталась, и которую мы хотим поднять, возродить. И какое-то будущее, именно светлое, хорошее, настоящее будущее, заложить своим детям и потомкам. Вот, ну вот, коротко у меня все. Спасибо. Если какие-то вопросы, я готов. АПЛОДИСМЕНТЫ